всем привет дамы и господа хочу вас поприветствовать регулярно нерегулярной рубрики подкастов которые название мы еще не придумали подкаст будет посвящен игре black desert как вы уже это поняли и тема подкаста оглашу его сразу она называется килл каунт на осаде цифры или сыгранность рейда все что будет сказано сегодня субъективное мнение мое и моего гостя саранзаром лидера кп лидера пачки борщ гильдии апрайзинг саж всем привет на подкаст меня побудил вообще в принципе интересная лейт мотив который многие ребята сейчас пропагандируют в гильдиях но на самом деле все это очень имеет сумбурные виды типа иногда можно конечно подхвастаться своими достижениями но так или иначе достижение твое личное может ли быть в данных реалиях сейчас именно осад выше соответственно того рейда в котором ты находишься тире клана что важнее твоя личная лично показаны скилл или все-таки сыгранность твоего рейда мне не очень много конечно же сегодня даже нас тремя и мы вообще записываем на горячую ребята высказывали мнение что и так или иначе то что ты если у тебя есть без ты всегда будешь в топ-1 если у тебя они если ты не у него не бываешь значит и днище ну это очень утрированная грубо соответственно если же такое же мнение что есть многие люди которые находясь фрейд на не выполняют команды и релоп терапела ставят под угрозу итоги любое осады путь то но до или территории поэтому сейчас постараемся как-то все очень плотно это жать и выдать вам эту информацию в принципе наше мнение саш можешь подключиться если что сейчас есть добавить да тема интересная важная мнение я думаю если взять любое сообщество гильдию просто срез по чату всегда будут очень полярными на эту тему поэтому наверное всех удовлетворить не получится я могу от себя только озвучить свое мнение чем я лично руководствуюсь на основании вот этого своего убеждения я стараюсь строить свою пачку ну давай расскажи непосредственно я постараюсь все таки выйти на сторону 50 на 50 соответственно поняв тех кто и старается это делать именно для красоты и как говорится численность численного превосходства но в то же время у меня есть опыт нахождение в дне в быду в других играх и где именно понятие килкаунта как такового нету ну то есть он присутствует до чисто цифровой но ничего не значит и насколько там было важно сыгранность пачки вот в частности мне далеко ходить не надо я всегда буду в пример один тот же рагнарог там если один один класс не даст правильно нужный скилл вся пачка сдыхает прям вот прям моментально рассыпается неправильно положенный скилл не вовремя среагированный соответственно и этот ски ложится за счет ускоряется за счет другого персонажа это допустим когда если бы шай ну это очень сейчас грубое сравниваю разбавила визарды он просто выдал несколько просто десятков скилов за несколько секунд учетом того что wizard не сломя голову несется куда-то за килкаунтами а шайка где-то в стороне там бежит пытается догнять его и пахтит какая для тебя модель в принципе сейчас вот приемлемо приемлемо 2022 году наверное нахождение на осадах пусть на так как мы не ходим сейчас на соответственно на беспорезочный ну типа на кальфион мы сейчас ходим на порезка на порезках естественно есть определенное ограничение но является это ограничение поводом того чтобы быть самостоятельной личностью и соответственно не выходить из соответственно вот это своей пучки своего непосредственно рейда ну во первых мы же ходим не только на субботние осады где порезки ходим на ноды на нодах сейчас бывают файты интереснее даже субботних файтов и там те же самые 100 на 100 сейчас и там порезок нету и это с одной стороны очень разные осады с другой стороны общий принцип ну в моем понимании по крайней мере он не меняется килкаунт ну вообще если его взять в целом очень важная компонента если даже брать итоги там осады кто общему килкаунту все осады уже можно делать довольно часто какие-то выводы о силе рейда но блин это такой коварный показатель на самом деле потому что все мы знаем ситуации когда берут условного наемника состав насаду у которого и гирскор хорошие вроде бы и руки там более-менее на месте да но он просто бегает и просто бегают что-то убивает на просто бегает убивает причем я не раз не два видел ситуации когда какая-нибудь кунаича бегает в отрыве от рейда там не рейд по территории бежит там за тысячу метров просто от нее она бегает режет коней или пушкарей которые бьют не по той гильдии где она наемник уже стоит там 6 кипов я все мы сейчас и говорим давай немножечко рамочку сделаем мы чтобы было понять мы сейчас будем говорить только о врывных рейдах не а рейдов поддержки не а рейдов которые занимаются вырезом пушкарей и прочего ну соответственно спец рейдов мы о них не говорим у них всегда будет килкаунт грубо говоря в минусе это нормальная тема это нормальная практика мы сами были таким рейдом но сейчас мы говорим конкретно о ключевых рейдов которые в составе находятся гильдии и поведением внутри этого рейда людей как его допустим сказал ранее что если у тебя половина рейда бежит выполнять команду и рл а пл а половина ставится на стараться бегать за одним человеком качественно мы с тобой понимаешь за это время за полгода я вот буду брать этот отрезок мы сталкивались с тем что у нас были скажем так примеры качественного и скажем так не совсем выходов пачек допустим в лобовую на этот скажем на чисто ну на чистоколы на сама с 1с до саму осадку и была очень одна сам ты прекрасно понимаешь показательная я кстати еще сейчас с вами очень один задам каверзный вопрос по поводу килкаунта он сейчас его не ожидает готовьтесь соответственно у нас есть представление о том потому что мы вот участвовали в этом в частности многих был вопрос почему меня не было там кстати апразингов тоже саша не было мы решили передохнуть в месяц на зимних каникулов мы сейчас опять вернулись полноценную полноценную пвп жизнь непосредственно осадов осады нодов и территорий набравшись сил но это очень на самом деле спорное мнение если же все-таки килкаунт плохо и ты говоришь что он спорный мы сейчас все мы отрек отвлеклись от то что у нас был спецрайт ты все равно вот ты как кп лидер все равно просишь каждую осаду скрин килл каунта есть такое да зачем он тебе но для того чтобы я видел рост игрока в течение времени не так много объективных показателей которые можно отследить не отсматривая гирскор каждой осады гирскор 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 это тоже такая вещь у тебя гирскор под порезки один с забав без порезок другой вообще разные гирскоры которые работают даже по разному даже если брать осады без порезок начиная с определенного х по атаке бесполезно и и выше то же самое с дефом ты можешь уже дальше понижать себе гирскор снижая эту атаку и переходя в меткость и повышая или допустим анти статуса но опять же если тут и говорю тут очень на самом деле я говорю очень обширная тема потому что многие кто послушают могут понять что соответственно мы на порезке них точнее мы ходим только на порезке территории еще раз вспоминаем и также говорим еще о нодах а ноды без порезок 100 на 100 как за здрасте вот получается в любом случае килл каунт все равно необходим все равно это самое что ни на есть объективное мнение любом составе твоего ради да не всегда для некоторых рейдов внутри общего людейного рейда это не всегда объективно сам понимаешь почему мы просто игра не предоставляет на данный момент другого функционала по которому можно отслеживать деятельность игрока все-таки есть вариант который я предлагал это виде записи каких-то да то что можно разбирать смотреть но в рамках допустим своего рейда если кто-то записывает что-то и потом разбирает ошибки на каком-то внутреннем просмотре но опять же говорю никто не станет тратить свое время на пересмотр трех часов осады территории но да но все-таки эффективность нужно улучшать как кп лидеру тебе ты тоже должен понимать что килл каунт это 1 у тебя соответственно за ночью видишь то если человек играет 10 в 40 допустим 10 убит 40 смертей появляются конечно же вопросы поэтому я все-таки подведу первую часть каких-то выводов ребят килл каунт вещь важная она нужна она да он до килл каунт вещь объективе зации в принципе персонажа в игре который приходит на сады теперь нужно понять как с ним работать в плане того что если у тебя находится рейд именно самый один из основных твоей гильдии у тебя в нем 21 давай назовем пускай будет 20 человек мы делаем чётное число и если вот моделируя ситуацию которая была у нас допустим получается на прошлый вторник да когда у нас было четыре гильдии на ноде в камне да и где мы остались в конце допустим с восторгами прекраснейшая сада просто лучше ребятам всем большое спасибо было очень действительно весело но ты заметил что допустим если не считая момента постановки до фортпоста да вот этого было немножечко ощущение что все-то как-то вот тяжеловато и вот буквально на последние 30 минут какая-то появилась прям шикарная сыгранность что-то как-то вот люди в я вот именно видел по команде непосредственно рейд лидера когда каждый был заход в кип он максимально был заход выход заход выход как будто просто пилой дружба мы просто их распиливали там я в первый раз задумал после перерыва такую пушу нифига себе типа уру это хожу всегда должно почему понимаешь я говорю то что должно быть в принципе обыденностью стало для меня чем-то новым вот я аж удивился такой типа серьезного ребят так ухты типа молодцы я где мы все были такие наши прибодрены типа все было прекрасно прошло типа здорово-здорово там да молодец молодец кулачочек отобьем было прекрасно но почему к этому начали приходить так поздно и сейчас но отвечу как в рамках конкретно этой осады так и вообще конкретно эта осада ты же помнишь что до момента падения статороса лаги на сервере на осадном были такие что просто невозможно было адекватно не управлять рейдом не игрокам в рейде слушать релла просто потому что рейд идет умирает об невидимую стенку ты даешь скиллы вперед там тоже кто-то умирает все это с жуткими расинфронами отсутствие отсутствие регистрации урона и так далее и так далее и так далее плюс много кипов рл постоянно свитчат таргеты люди без зачастую форпоста вынуждены группаться с одной точки на другую то еще что-то при этом поскольку не мы единственные в этот момент бина тех же статоросов при этом это не было предварительной договоренности нужно было как-то увязывать свои действия с их действиями чтобы просто друг другу рейда не положить это все гораздо более сложная ситуация чем когда ты остаешься с противником один на один втыкаешь там форпост или в случае с вот этой осады у нас форпоста не было там кипы стояли довольно рядом ну гораздо проще просто отсюда и и рейда проще и релла проще и дисциплинированность сразу резко вдруг появляется то есть тут нет никакой магии меньше противников меньше вага рейд двигается более слаженно действует более сложен уже я вот сейчас просто задумался про этот самый жесткий фактор которые почему-то действительно упустил виду лаги лаги никто не отменял это конечно опять идет ответвление от общего сабжа но так или иначе если мы не будем брать в расчет вот этот фактор ужаснейший фактор про который хочется отдельно говорит заводить подкасты просто возможно даже не говорить об этом конструктивно поныть потому что уже сил честно говоря нет если уже на нодах в 400 ну там плюс-минус 400 человек было могало так что извините мне не каждого лень все так самую лагающего бывал я не уверен что это было именно за 400 человек возможно у нас посетили наши замечательные друзья возможно возможно мы не будем конечно утверждать мы с тобой не не ясновидящие как говорится флагом в руки этим друзьям если такие в таковые были но это уже нюансы сам факт того что в дальнейшем осады конечно что-то уже более в тактическое переросло так если у нас допустим мы убираем фактор лагов и количество противников взаимодействия между ситуативными союзниками с которыми ты не договариваешься ни о чем но действуешь исходя из их действий то есть уже получается мы отдаем это все бразды правления непосредственно и дальше как ты как-то как пл ты уже смотришь на на ту команду но ты можешь идти в разрез того тоже тех же самых команд когда в этом есть жесткая необходимость потому что сейчас кп переориентировалась со специальных задач на нахождение в центре рейда соответственно с ростом этой кп 5 6 человек до 15 целевое значение поэтому но если раньше я регулярно принимал какие-то решения которые могли идти в разрез с общей командой рэла потому что у меня задачи были другие сейчас но теоретически возможно такие ситуации но я думаю что они будут очень не частыми потому что представить себя когда от гильдейного рейда откусывается центральная часть и куда-то уходим закрепила что-то еще да я себе могу представить слабо но если не брать каких-то супер экстраординарных ситуаций когда действительно будет нужно поэтому сейчас основная задача находиться в рейде двигаться с рейдом быть его ядром в том числе одной из составляющих этого ядра какие-то отдельные команды ну рид упал пошел в ресоц командуют сами рэл на местах плюс я в любом случае ты же знаешь всегда дублирую команды рэла иногда там чуть-чуть их модифицирую исходя из нашего классового состава когда там чуть-чуть я говорю сзади рейда пойдем сразу врываться не будем или наоборот я говорю эти первыми в зависимости от ситуации ну плюс минус это все равно связка с основным рейдом то есть подытожим этот момент сейчас лично ты мы сейчас придем еще по поводу сыгранности квачки в хвачке говорю пачки ты считаешь что вам сейчас приоритет в любом будет случае в дальнейшую перспективу на именно на центр рейда который будет максимально выдавать кпд но опять же игре опять же эту ситуацию которую хочу смоделировать которую была жена в той же осады это врывы врывы под суицид непосредственно в сам кип чтобы максимально забить осад сейчас это просто является ну вот это является сейчас для многих именно основным дорого момента разреза вражеского вражеского клана то есть по факту если грубо говоря мы будем говорить за килкаун то есть там он у тебя он соответственно начинает просто ну грубо куда для статистики общей похериваться учитываются да учитывается ли это кп лидерами рэл лидерами или на тебя среди ну блин ну сдохнул бог я лично всегда учитываю и для меня просто самое важное чтобы когда рейд противнику упал мы воевали именно с осадкой они не пытались догнать там какой-то единичный разрез который не повлияет на ситуацию в целом потому что в принципе осады в году это в первую очередь борьба с осадкой у кого кип упал тот проиграл и когда десяткой гоняют какую-то ланку которая стартанула с этого кипа разрезавшись и улетела там куда-то еще это проблема в первую очередь я лично в своей пачке ты знаешь слежу затем чтобы фокус был чётенько туда куда я скажу не точку ставлю если вот кто-то туда не бьет то это потом личный разбор после осады ты говорил что кто не будет смотреть осады но опять же у нас почти все осады пишутся и я почти все осады ну это я говорю я не говорю за всех я говорю если мы исключение из правил и мы такие хорошие хорошие любители сня сам факт того что типа в основной массе многие этого не делают работу над ошибками делают очень единицы это плохо с одной стороны другой стороны типа это это факт так ну не каждый может себя позволить выделить еще время на подобные разбора давай принципе этот момент обрисовали твой идеальный рейд который ты сейчас видишь которым ты хотел непосредственно вот рейд у нас 20 человек 20 человек до 20 вот как как ты этим будешь рейдом распоряжаться сможешь ты отправлять сможешь ли вообще как ты его видишь как сейчас вот тут ты хотел бы чтобы он двигался по поводу я не говорю там исполнение команд вот именно какой состав ты сейчас вообще ну даже можно даже по классам сказать что что бы ты хотел увидеть больше какие есть проблемы сейчас в большинстве рейдов многих гильдий которые ты видишь и какие гильдии преобладают допустим теми классами и за счет этого в принципе чувствуется более уверенно классовая состава у всех очень разные и даже в пределах гильдии разных рейдов очень разные классовые составы я не хочу сказать что это вот тот рейд который вижу я идеально классовому составу вообще наверное то что я сейчас буду собирать это не вполне идеально даже для меня но то что я собираю в первую очередь продиктована тем что есть у меня уже сейчас в наличии потому что многие игроки которые есть сейчас играют на определенных классах не все готовы пересаживаться я стремлюсь чтобы все таки люди играли максимально на осадных классах сейчас в пачке все на осадных классах но скажем так довольно сложно набирать людей прям под идеальную метку давай проще поэтому спрос спрос предложения нужно общаться с людьми чтобы подстраиваться под каждого конечно всеми проблемы известны многих миддлвара в принципе это тоже заметно нехватка шай нехватка даже местами волшебников с волшебными волшебниц вообще прости господи их вообще сейчас не видно стало за после последнего реворка но если бы ты меня под вопрос спросил бы насчет как я вижу идеальный свой рейд я бы видела не говоря уже какой как классовость естественно как минимум 2 шай и минимум максимум 2 больше не надо в принципе это когда бафы будут распределяться будет достаточно но я бы хотел увидеть и рейд который будет помимо именно команд рэлла будет непосредственно кп выполнять команды кп лидера и видим моего вот это знаешь такого как бы не звучало смешно могучий кучки хочется увидеть именно не хаотичное движение людей я примеру чтобы этого не было чтобы ориентироваться по большей части на свой рейд отключаем и нас и гильдийцев я не знаю просто многие это делают или не делают соответственно я в основном вижу вас я знаю куда я смогу подлететь и вас похилять ну вот просто к примеру на волшебники или куда что-то и сможет я просто вот я вот просто знаешь задумался когда эту тему понимал смогу ли я увидеть рейд в до который будет ровно именно ходить прям под клеточка в клеточку то есть выражение клеточка в клеточку пошло еще из гейта фрагнерки то что ну по сути там же чет все квадратная да и реально клеточка в клеточку потому что даже одна клетка когда не будет заполнена тем или иным скиллом контратакующим может повлечь полностью смерть всего рейда тут конечно же при динамике игры и в принципе специфики такое не получит не получится но как сказать вот этот создать могучий кулачок который будет соответственно вбиваться и выполняя команду вперед-надад просто как бы все равно вот есть команда там на врыв условного там кауке ну не кипа допускай вот на нодах и все пытаются как-то через разные эти зайти но нету вот именно целенаправленное мощного знаешь вот такого поэтапного прохода что там где-то кто-то стоит сзади впереди стоят допустим там не знаю новые стражи стараются под счетами заходят заходят и вдавливают 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 соответственно динамика игры не позволяет так как динамика позволяет просто она позволяет это сделать в пределах рейда все гильдии то есть это за минусом дефферов которые сидят там своей жизнью живут скорее разведки это условно там восемьдесят пять человек боевого рейда восемьдесят пять человек могут так зайти у нас сейчас условная десятка условная десятка так зайти может только в том случае если кип условно пустой для сдерживающего фактора опять же мы знаем что после разреза есть момент что ты не может ну что соответственно тебя не дамажит люди будут выходить из этого но я имею ввиду допустим если идет команда на допустим снести ну к примеру палатки соответственно тот рейд которым и дается команда он будет делать все соответственно заходя вот именно пачкой прикрывая друг другу максимально выдавать максимально исполнили команду не врываясь это сзади где-то спереди но с другой стороны знаешь и проиграв миллион тут сколько не знаю миллиона саду ты уже так думаешь что а как ты вот так ты ворвешься а это же настолько все хаотично происходит настолько хаотично происходит но в то же время но ведь как-то же люди все-таки могут кооперироваться для этого идут уже вопрос вопрос другой и сама игра не позволяет полностью раскрыть потенциал рейда и все работают на килл каунт максимально и вы все-таки люди привыкли играть именно так и не работать в пачке не работать именно целенаправленно не врываясь целенаправленно в чистокол не минирует когда говорят целенаправленно территорию ми ну этими минировать минами да то есть может быть вот в этом вот в чем же суть понимаешь смотри сейчас расскажу суть и в том и в том во первых проблемы того что люди во многих тагах даже в мидваре и даже в хайваре тоже такие бывают люди не ставят ловушки кто-то бегает под щитками я поэтому не покупаю ловушки а то что их крафтить можно ой я не знал не знал дисклеймер ловушки кратятся тоннами стоит ни о чем да ага такой дисклеймер нет у себя в топ это есть действительно и не только с ловушками это много с чем действительно в том числе люди любят работать на килл каунт при этом в игре можно можно двигаться организованно и и десяткой и пятнашкой и двадцаткой в некоторых случаях можно организованно кулаком заходить в кику противника наносить какой-то урон откусывать куски осадки с переменным успехом ну понятно что там десятка если зайдешь в лучшем случае откусишь две палатки а потом отъедешь но для палатки для всех остальных для всех остальных понимаешь если один рейд две палатки другой две палатки соответственно если это будет целенаправленно идти до волнами соответственно можно у противника увеличивается время разреза противнику соответственно уменьшается броня всеобщей площади осадного здания то есть так или иначе вот есть понимание что допустим рейдовое что можно соответственно если это допустим кто-то в дэфе а ты вот в атакующей позиции то ты можешь соответственно этими волнами сносить блин вспомни как мы ну допустим насколько был хорошо а дэфа на фортпост то есть его снесли допустим просто один раз она все вас я ведь и помнил засадку деда по он потратил 40 мин и в первый раз на просто нас один года потратил 40 в оглушающих лавы это было шикарно это шикарно 40 лет ну и когда у тебя соответственно ставят и все это еще происходит ну не в твой и в дни всех не факт что в и в твоем положении хорошо потому что это вы оба находитесь в узком проходе это все конечно позиции или в зависимости от территории но сам факт того что именно контратаки тоже шикарно работают именно больше когда твой рейд именно встречается вспомни сколько за нас оставляли допустим на фортпосте говорят принимайте и мы принимали отбивали тактика вот такого откусывания она хорошая она работает но все тактики которые мы озвучиваем которые не озвучиваем силу каких-то причин они всегда ситуативно что срабатывает в одной ситуации на одной тере против одного противника не сработают в другой ситуации на другой тере против другого противника Потому что, банально, если ты отправляешь вот такими волнами десятками, то есть у тебя уже боевой рейд минус 10, рваный разрез, противник, допустим, даст фулл разрез, и за минусом этой десятки переедет твой основной рейд, дойдет до форпоста, убьет форпост, и ты потеряешь темп без форпоста, если кик далеко, например. Именно. Потеряв темп, у противника перестройка, он перегруппировался, если на территории есть еще какой-то противник, в этот момент он может вмешаться в эту ситуацию, и все вообще пойдет в известном направлении. Поэтому все можно. Вопрос, когда это можно, и почему указания, кто несет ответственность. То есть, поэтому, в первую очередь, важна сыгранность не только на уровне, там, условно, десяток или двадцаток, а всего гильдейного рейда в целом. И умение слушать своего URL, который принимает на себя ответственность за результат осады, и ожидает в этот момент того, что каждая пачка в его рейде, это как пальцы руки. И они должны быть в этой ситуации полностью, полностью управляемы. Потому что, если какой-то особенно шипоумный ПЛ возьмет и придумает, что нужно вот сейчас сделать так, не обсудив это с URL, то может произойти ситуация, которую вот я сейчас описал, например. Теперь следующий момент. Не всегда есть время быстро обсудить это с URL, потому что, ты знаешь, в ВДО осады очень динамичные, очень быстрые. За минуту ситуация может поменяться 3-4 раза. Вот. Поэтому все можно. Вопрос, что голову нужно включать. В первую очередь. URL и PL. То есть всегда все решают кадры. Их грамотность. Ну, это... Это само собой. Без нормального, без связи нет победы. Без нормального руководства у тебя будет бедлам. Но я имею в виду, что сейчас, на данном этапе игры, ты видишь вот эти сыгранные пачки в 20, в 10 человек, которые смогут... Давай в 20. 10 мало, согласен. Даже говоря о разрезе это слишком даже. Вот именно полноценный рейд. Да. Да, двадцатки могут действовать. Вполне автономно причем могут действовать. То есть этим двадцаткам все-таки нужно больше, получается, уделять внимание тренировкам. Тренировкам совместным. Когда все это масштабируется до того уровня, который я хотел бы видеть. Ну, ты знаешь, кто с другими проектами, что как только собирается рейд, который уже может ходить, в принципе, первое, с чего я начинаю, это с того, что мы учимся ходить. Как раз... Ну, ты вспомни, начало, начало, семь лет назад, Black Desert, мы учились ходить. Сейчас будем ходить от того типа к другому. Давай будем ходить, потому что вы, блядь, команды служить не умеете. Вы, блеха-муха, такие-сяки, ну, там уже начинаются ругательства, потому что сил уже нет. И люди начали, это как в армии, начать маршировать. И пока все не научатся, соответственно, никто не будет этим... Но это раньше почему-то было действенное. Сейчас почему-то про это все забыли. И начинают работать на себя. Вот эти тренировки, они действительно действенные, они действительно очень хороши. Вопрос все упирается в свободное время. Не у всех рейлов есть свободное время. И у пейлов тоже за пределами осады заниматься своим рейдом. Не то, что даже заниматься. Вот у многих нет времени на то, чтобы писать осады и смотреть записи этих осад, разбирать ошибки конкретных игроков, что у нас делается. А тренировать рейды на сыгранность вот на таком уровне есть вообще очень. Очень у всех время. Плюс добавляется следующий фактор. Текучка кадра. Для того, чтобы получить супер монолитный рейд мечты, о котором мы сейчас с тобой оба рассуждаем, у тебя должен быть супер монолитный статичный состав, который будет меняться минимально. Поэтому, когда я всегда группировал рейды, у меня была условная двадцатка плюс пять человек запаса. На случай каких-то ротаций. Да, то есть там у одного кошка рожает, у второго кот рожает, третьему, я не знаю, повестка из военном томата пришла, еще что-то. Такие коллективы собираются небыстро, к сожалению. То есть, условно говоря, ты набираешь с мира людей, и для того, чтобы человек врос в себе в коллектив, где-то нужно две недели, где-то месяц, где-то два месяца. И собрать вот эту вот супер дисциплинированную двадцатку мечты, которая сможет идеально заходить кулачком, и при этом не тратить каждый раз время на тренировку нового рекрута, который у тебя там выполнен, заменился кем-то с миром. Ну, это полгода примерно на обрастание вот этим самым коллективом. В этом и вся проблема. Очень огромное количество игроков в Black Desert, и сейчас имеющих гирскор абсолютно незадейственных, вообще, в принципе, ни на каких осадах, и просто ходят бить попчиков, и им все, в принципе, устраивает. Это минус, ребят, это правда минус. Я говорю, если у вас... Вот буквально сегодня был отличный пример. Человек приходит, говорит, Юга, посоветуй, типа, хочу ходить на осады, два года сижу в БДО играю, но я вообще ни разу не был. Вот у меня есть страж, хочу на Визарде, помоги, подскажи, посоветуй. Все. Я так просто задумался. Это, господи, два года, два, ни один месяц. Ну, ладно, я понимаю, год ты там набираешь гирскор, но вот условно взять белку. Она год играла в Black Desert, и сейчас у нее появилось желание ходить на... Все, человек оврвался, человек начинает вливаться, человек что-то делает. Да, причем стримеры, я говорю, так или иначе, ей это стало интересно. Но через два года мне бы не хватило. Мне, допустим, лично я по своему примеру скажу, что мне становится безумно скучно из-за отсутствия вообще хоть каких-то именно массово гильдийных мероприятий в плане... Ну, есть определенные тайминги по времени, где у меня может не получаться, но в любом случае я стараюсь приходить, стараюсь быть всегда. Не будем сейчас, допустим, наш разрез брать данного момента, да, я говорю в целом. А люди два года, просто ни сном, ни духом. Так что, ребят, немножечко очухиваемся, тем более набор в КП у нас ведется, но об этом уже немножко в конце более подробно. Если, ну, по пачкам, в принципе, все понятно. Тяжело собрать, тяжело воспитать, тяжело найти, текучка кадров. На разрезы, ситуативность. То есть мы на, ну, именно на фактор сыгранности пачки тут наложилось просто огромное количество. Слушай, опять плюсы получаются в пользу киллкаунта. Это все еще объективный показатель. Опять же мы получаем, что ты убиваешь, ты делаешь, соответственно, пользу для гильдии. Ну, я говорю, все-таки... Если это подконтрольно. Да, то есть я говорю, но есть же... Я говорю, все равно вот этот огромный минус, когда... Я его редко стараюсь сейчас, ну, сейчас вижу, но когда я его видел в целом по ситуации, хотелось просто за ухо, знаешь, схватить этих людей и отвести обратно кипу, когда идет команда ИРЛ, соответственно, на возврат. Все начинают условно драться там даже 5 на 5. Соответственно, никакого у тебя массового... Ну, никакого разреза нет. И действительно, есть очень многие факторы, которые могут повлиять на исход осадок. Возможно, они нивелируются, минимизируются ситуацией обратной, потому что если в твоем рейде происходит то же самое, что и в рейде противника, так же это и происходит. И они же, по сути, друг другом и сражаются, если так разобраться. Но это все в условности. Положительные стороны и отрицательные мы, в принципе, обсудили. Сам бы ты на что хотел бы сейчас больше ориентироваться? Ну, то есть, ты сказал, что все это сейчас очень сложно. Я, в принципе, ну, я имею в виду про рейд и сыгранность, но мы же не можем двигаться к этому, соответственно, если у нас причина, соответственно, если у нас причина соответствовать тому, о чем мы говорим, тому, что именно сыгранности пачки, не работы на максимальный киллкаунт одного человека, даже если у нас была бы небольшая пачка, мы работали на киллкаунт одного человека, это уже немножечко другое ответвление, другая тема. Но сам факт того, что... Что бы ты выбрал? Ну, я выбрал в итоге сыгранность пачки, длительный, нудный, вот этот стимбилдинг с построением, это, собственно, пачка, которая начиналась с двух человек и продолжает свой рост. В итоге попросили из этой пачки сделать рейд, чем, собственно, сейчас занят. И вижу я этот рейд как центральную часть рейда, набор классов соответствующий, в описании будет, какие классы нужны. Я не буду вдаваться в подробности, почему именно эти классы нужны, почему другие классы не нужны, и чем они лучше или хуже. Я так вижу. У каждого было, в общем, свое видение того его идеального рейда. 15-20 человек, в зависимости от того, сколько получится собрать именно адекватных людей, потому что у меня всегда был подход, что ГС это то, что можно нафармить, заточить, и в пачках, где тебе дают советы, как это лучше сделать, ни раз, ни два. Это подтверждалось, когда приходили люди, которые полгода прогрессировали по одному-два ГСа в месяц, приходили и делали за месяц 20 у нас. Главный параметр — это качество человека. Поэтому у меня такой сложный набор. То есть в первую очередь человек должен действительно хотеть ходить на осадный контент, потому что многие, к сожалению, игроки, которые приходят, кто-то приходит плутать денег за... Кто-то приходит побегать, пострелять, не вдаваясь в подробности, как это вообще все работает. Отсюда, кстати, вот этот вот пил-пил-пилкаун, так называемый, возникает, потому что просто мы играем в осады на результат, а кто-то играет по фану, и ты никогда на входе, когда человека принимаешь, это сразу не определишь. Это очень длительный и положительный отбор должен происходить. Качество человека. Потом ГЭМС. А так, да, 15-20 человек, возможно, с запасом в пятерку еще к этому, с разбивкой этого как раз на две десятки, с двумя десятниками, которые могут полуавтономно действовать уже от меня, то есть я делегирую дальше вниз полномочия какие-то какая-то такая стоп-тура. Естественно, когда это вырастает до рейда, то первое, что происходит, я это всегда делаю, в других проектах я делаю, это учимся сначала ползать, потом ходить. И иногда ставить ловушки. Вот это, конечно, было бы замечательно, если бы все хотя бы научились ползать. Что? Ходить. А ловушки? Да, ползать и ставить ловушки. Вот, самое лучшее. Есть вот огромное количество проблем, и это видно, мне кажется, невооруженным глазом даже, в принципе, во всех крупных тагах. Все этот момент знают, что погоня за киллкаунтом так или иначе... Это же не единственная проблема. Погоня за киллкаунтом это отсутствие дисциплинированности. Ну, я как раз и хотел подойти к тому, что именно оно ведет именно к отсутствию дисциплины и надрыванием горла ЭРВ. Мне кажется, в БТЖ вот скоро новое это придется горло, допустим, заменять. Возможно. Возможно. Потому что это не поведение его рейда, мы же все это прекрасно знаем. Но... Иногда кажется, что он на атмосферу, кстати, играет. Возможно, это такое переигрывание. В БТЖ, это... Напиши в комментах, ну, типа, как можно попасть на спектакль? И это прекрасно. Я без негатива, конечно же, БТЖ-шку люблю. Сам факт того, что, как бы, да, людям нужно выплеснуть эмоции. Многие приходят из этого, с точки зрения насады, что вот именно да, сейчас вот это цифру меня будут ссуать, не убил, штурмовика взял, а там еще за штурмовик. Это показатель. За это даже титул дают. Все хотят паутать штурмовика, все хотят паутать полковод, полководец нам за 150, я уже не помню. Я не хочу. У меня на флосклассаде 95, я мог пойти добить. Да, у меня... А нахрен мне надо? Да, то есть, несколько раз уже бывало, что 95 и 98, и все это время. Не задумываешься, просто не задумываешься в какие-то моменты об этом, и все. Хочется, в принципе, пожелать такого момента, говорю, если... Я не рассматривал сегодняшний подкаст с точки зрения негативное, ну, потому что я, конечно, могу нагнетать нас тремя атмосферу серии там, о, блин, все килл-каунтеры, лохи, они специально это делают, чтобы похвастаться, а у меня килл-каунт плохой. Ну, и ты так все знаешь, что я вообще, ну, это безрукий визар, это ладно. Больше 20 лет. Сколько у меня? Терпимый. Терпимый, вот, терпимый, ну, видите, не вреду. не первая страница килл-каунта, конечно, не последняя, но в середине нормально. Ладно, на вторую страницу, иногда там. Иногда на вторую бывает, да? Не, наверху второй, я на пути к первой. А там есть страница, подожди, я видел просто список. Ой, ну, сам факт того, что не хотелось бы, на самом деле, килл-каунт, это все здорово. Это ваши эмоции, это ваши цифры, это ваше то, что вы за что боретесь и показываете всем, что вот я в этом мире, в мире Black Desert добился, это вот смотрите на меня, я хороший. Это бесспорно, это ваше, никто этого не будет забирать. Но опять же, хочется подвести как-то подкаст к этому, какой-то вообще мысли, идеи, зачем вообще об этом мы говорили тут все эти 40 минут. Групповая сыгранность это приоритет того, что вы должны как игрок рейда, как игрок гильдии, которые high-war, middle-war, должны понимать, это ваша самая, вот этот самый кулачок, которым будете бить врага, соответственно, это самое главное. И если у вас есть возможность добежать даже за пол-хп-шным чувачком, который от вас уже в 20 метрах, или в тот момент, когда поступает команда РЛ на врыв в осадку, лучше ворваться в осадку. Возможно, это все привнесет вам именно больше результат, нежели чем погоня за одиночной целью. А еще ворота закрыть на выходе из кипа, а еще гирка они сделают, для того, чтобы он отогнен киномерал. Ну, это уже совсем другая история. До таких моментов продисциплинированность очень много, то есть не только киллкаунт, их сотни. Да, их очень много. Мелочей, из которых вся картина строится в общем. Еще главная суть, мы в БДОхе, все нас 7 лет здесь учили играть в соло. Вы со мной согласитесь, каждый, кто это услышит. Просто каждый. Вы сами знаете, что в какой-то момент, да, мы помним начало кальф-контента, да, когда мы еще стояли в пати на водяных и старали просто друг друга, даже утеряя опыт, все равно дефать. Когда еще БДО была ПВП игра за спотах и с огромными потерями. Сейчас все переместилось непосредственно в осады и на этом все и держится. Но не забывайте, сейчас почему-то политика партии перлабисов идет в сторону того, что давайте мы все-таки сделаем игру более групповой. И у нас есть для этого все инструменты и классы и возможности скоро, я надеюсь, появятся еще чисто технические. Я имею в виду о метках, которые можно будет ставить во время осады. Ты понял, да, о чем я говорю, который презентовал? Я бы очень хотел, чтобы в плане осадного контента перлабисы сейчас не над метками поработали, а над поголовьем пернатых созданий, которые иногда на осадах летают. Мне кажется, вот это вот важнее гораздо. Это, конечно, важнее. Это, да, без этого вообще никак. Все читеры должны быть забанены, что уж там, будем говорить открыто. Итог. Киллкаунт говорит о том, какой вы молодец, но в то же время может и сказать о том, какой вы засранец, который совершенно не слушается команды ИРЛа или ПЛа и играет вопреки вашего основного рейда или гильдии. Играть сыграно в своем рейде это давайте назовем верхом вашей отдачи в этой игре как единица. Поэтому надо прийти, к этому надо учиться и это действительно сложнее. Это сложнее и человек устроен так, что он пойдет по более легкому пути. Но не забывайте, что от ваших же действий на осаде правильных будет зависеть ее исход. Победа или поражение. Все очень просто. Другого не дано. Собственно, все. У тебя есть какие мысли по этому поводу? Ну, тему мы, конечно, раскрыли не полностью, но очень она обширная, ее невозможно ни в 40 минут, наверное, ни в час, ни даже в 2 часа уложить, потому что каждый конкретный момент можно обсуждать очень долго. Но мне понравилось, мне кажется, формат интересный и неплохо обсудимый. Многие важные моменты. Я думаю, еще на моменты осадных сборов, осадного ГСа и прочих нюансов, будь то порезки или не порезки, можно действительно отдельно, как ты уже сказал, вплоть до человека гира коней, да, это можно отдельно об этом говорить. Действительно, можно даже и не целый час, и можно даже не вдвоем кого-нибудь еще позвать и, соответственно, всю эту тему максимально обслюнявить. Вот, за 7 сегодня будем заканчивать. Ждем ваших комментах в описании. Напоминаю, что у нас сейчас идет набор в наш рейд. У нас название рейда не поменялось, также борщ. Да, борщ, но пока что КП, потому что рейд это когда уже соберем, Все подробности оставлю в описании, связывайтесь с Ранзаром в Дискорде, если у вас есть желание поиграть, посмотреть, как это бывает. Я про сыгранность, я про совместные действия. Возможно, для вас, для тех, у кого есть хороший ГС и кто давно не ходил на осады, для вас это будет действительно хороший экспириенс. Я очень на это надеюсь. Собственно, все. С вами был Юга, с вами был Саранзар. Подкаст не подкаст заканчивается. Увидимся на просторах Black Desert и не забывайте проставить лайк, если понравится, отписаться в коммент, чтобы об этом думать и приходите на прямые трансляции на twitch.tv. Буду вас там ждать каждый день. До связи и пока-пока. Сара. Всем пока.